Старый рентгеновский аппарат прослужил почти 30 лет. Он работал в медучреждении с 1991 года. Последнее время с нагрузкой техника не справлялась. Нагревалась и давала сбои, приходилось часто делать перерывы. Старый рентгенаппарат выполнял лишь треть тех функций нагрузок, которые сможет взять на себя новый. И если раньше в рентген-кабинете проводили 24 исследования в день, то теперь этот показатель станет вдвое больше. Новый аппарат будет работать в две смены. Техника позволит исследовать не только переломы, заболевания легких, синуситы, но и принимать пациентов с подозрением на онкологию. Здесь есть еще шибка рентгенографических исследований. То есть можно снять по частям человека, потом задать программу. Программное обеспечение помогает шить полностью человека от келя до клотика, как говорится, у нас в Севастополе. Современный рентгенаппарат позволяет сделать снимок в 21 миллисекунду. Медперсонал работает за специальным защитным стеклом. Техника максимально безопасна для пациентов. Доза излучения минимальна. Разница по сравнению с прошлым рентгенаппаратом существенна. Допустим, я возьму коленный сустав. На том аппарате излучения 0,15 миллизиверта. Здесь 0,01 миллизиверта. А вот флюорографа в поликлинике вообще не было. В 2014 аппарат списали после 30-летней службы. Теперь же флюорографический кабинет снова принимает пациентов. В день больше полусотни человек. С 3 декабря планируют увеличить поток до сотни. Если раньше наши пациенты ждали 3-4 дня для прохождения флюорографического осмотра, исследования, то сейчас вот день в день. Он пришел, пациент получил направление и тут же сделал флюорографическое исследование. Новый аппарат цифровой. Снимок моментально отображается на экране и врач уже может поставить предварительный диагноз. Но официальный результат пациенту дают на следующий день. Идет двойной просмотр, то есть два независимых врача смотрят для того, чтобы не пропустить патологию. Поэтому на следующий день уже есть результат. До этого в течение 2-3 дней, во-первых, проявка пленки, просмотр, то есть это занимало какое-то определенное количество времени. Сейчас это делается в режиме онлайн практически. Стоимость нового флюорографа 5,5 миллионов рублей. Рентгенаппарата больше 17 миллионов. Перед установкой современного оборудования в кабинетах сделали ремонт. Провели перепланировку помещений. Стены, полы, потолки покрасили специальной краской, защищающей от излучения. Полностью заменили систему вентиляции.